610 день войны свежая несводка россия снизил интенсивность атак на авдеевском направлении применяется меньше техники большое количество которой она потеряла в последние две недели пытаясь штурмовать авдеевку запорожской области украина же наоборот вновь усиляет свое наступление и добивается определенных успехов продвижение подработина и в районе вербова на херсонском направлении на левом берегу днепра остаются украинские силы россия никак не может их оттуда выбить владимир путин продолжает всех пугать всевозможными ядерными испытаниями навязывая идею о третьей мировой ядерной войне в украинских силах создан российский батальон сибирь где воюют соответственно граждане российской федерации а рамзан кадыров создал батальон шейха мансура чем вызвал на себя гнев все из-за патриотической общественности обо всем этом и о многом другом включает то что происходит соединенных штатах где выбрали собственно спикера палаты представителей соединенных штатов который не очень поддерживал украину все прошедшие месяцы обо всем этом сегодняшние не сводки вы можете поддержать ее лайками вы можете написать ваш комментарий с обратной связью можете также подписаться на канал все эти действия помогают продвигать видео особенно подписки на канал потому что youtube смотрят и такой о они подписались в это видео значит надо это видео показывать больше ну а также вы можете поддержать сам канал на патреоне ссылка будет в описании давайте переходить к линии фронта к тем направлениям где действительно есть вещи на которые стоит обратить внимание безусловно в центре всеобщего внимания остается на данный момент авдеевское направление общая ситуация выглядит следующим образом интенсивность российских атак снижается это отмечает и украинская сторона более того россия стала применять гораздо меньше техники в этих атаках дело в том что россия за последние две недели потеряла на авдейском направлении столько техники сколько не теряла единомоментно очень давно речь идет минимум о стадии этих позициях а на самом деле ближе где-то к двум сотням единицам потерянной техники среди которых бтр и бмп и танки есть фото и видео фиксация потерянной техники это действительно гигантские масштабы судя по всему российское командование вняло какому-то голосу разума внутри себя или по крайней мере сделала вид и теперь собственно штурм авдеевки атак на авдеевку заключается в атакой артиллерии атакой авиации и собственно живой силы которая идет не на технике а разрозненными группами возможно россия просто вновь накапливает силы на какой-то мощный удар такой тоже масштабный через несколько дней или неделю опять же здесь на авдеевском направлении россия несет большие потери но тем не менее нужно отметить что определенные продвижения у российской стороны есть и здесь сложно предсказать будущий исход потому что на самом деле захватить можно почти любую точку вопрос цены и цена которую россия уже заплатила за то чтобы продвинуться на очень незначительное расстояние на тех позициях которые необходимы для окружения авдеевки она очень высокая другое дело что российская страна с потерями особо не считается потому что ей абсолютно не важно сколько именно людей погибнет и сколько техники будет уничтожено то есть россия не исходит из принципов военной рациональности поэтому сказать чем закончится авдеевское наступление российской стороны на данном этапе невозможно но можно сказать что происходило в минувшие дни российские войска провели наступательные операции под авдеевкой добились подтвержденных успехов сообщает институт изучения войны на геолоцированных кадрах опубликованных накануне видно что российские войска продвинулись к северо-западу от красногоровки украинский генштаб свою очередь сообщил что российские войска безуспешно атаковали районы степовое авдеевки тоненькая северного и невельского представитель таврийской группировки войск украины полковник александр штупун заявил что частота российских нападений под авдеевкой снизилась глава украинского авдеевского городского военного управления виталий барабаш опроверг утверждение о том что российские войска контролирует Авдеевский Терекон и заявил, что свалка, этот вал до сих пор является серой зоной. Тут надо сказать, что про Терекон отдельно, значит, это такая большая информационная дискуссия на эту тему, потому что вот позавчера я вам рассказывал про то, что Терекон остается спорной территорией, и в этот же день появились опубликованные российские кадры, где они выдружают флаг над Тереконом, однако, что сразу напрягло в этих кадрах, что это кадры просто стоящего флага, и что нет других фото и видео подтверждений контроля российской стороны над Тереконом. Почему вообще контроль над Тереконом важен? Потому что, и вообще что такое Терекон, да, это, ну опять же, меня много поправляли в комментариях, чем конкретно это является, но я говорю на базовом уровне. Базовом уровне это такая гигантская свалка всевозможных хат-кодов в результате добычи полезных ископаемых и производства. То есть, это большой такой холм из свалки, точнее, свалка-холм. И вот, собственно, контроль над этим холмом, он просто дает вам точку, с которой лучший обзор и лучшие возможности для нанесения ударов. Значит, после того, как Россия поставила флаг, потом этот флаг был уничтожен, и, собственно, не появилось никаких новых данных, фото и видео, которые бы говорили о том, что Терекон контролирует одна из сторон. Что такое вообще контроль? Контроль – это когда вы заняли позиции на какой-то точке и находитесь там постоянно. То есть, даже если вас пытаются оттуда выбить, вы все равно там находитесь постоянно. Это оспариваемая территория, но все равно находящаяся под вашим контролем. Если же мы говорим о территории, которая там сначала одни находятся, потом другие находятся, потом снова те, потом снова те, постоянно идут контратаки, постоянно идет борьба, то это называется серой зоной, спорной территории, то есть оспариваемой. Не с точки зрения международного права или еще чего-то такого, а с точки зрения вообще, собственно, фактуры боевых действий. И на данном этапе пока говорить о том, что кто-то имеет контроль над Тереконом невозможно. И я склоняюсь к тому, что действительно история про то, что Терекон пока является спорной территорией, она близка к реальности. И в общем то, что не появляется никаких фото и видеозаписей, которые бы подтверждали то, что Россия контролирует Терекон, позволяет делать вывод, что действительно полного контроля на данном этапе нет. Более того, Россия на второй день, 11 октября, в начале наступления на Авдеевку, уже типа захватывала этот Терекон и тоже рассказывала. Правда, через несколько дней пришлось признать, что это не соответствует действительности. Украинский офицер запаса под нитом Татаригами, про которого рассказывал вчера в сводке Руслан Левиев, опубликовал спутниковые снимки и подтвердил, что с 10 по 20 октября российские военные потеряли под Авдеевкой более 109 боевых машин. Об этом мы рассказывали вчера, но теперь немного подробности о том, что в том трейде, который он опубликовал, отмечено. Татаригами рассказал, что большая часть российских потерь составила в основном боевые бронированные машины, такие как БМП-1, БМП-2, МТЛБ, танки Т-72, Т-64 и Т-80, а также БТР и другие транспортные средства. Он также сказал, что потери российской техники в районе Авдеевки превысили потери российской техники во время неудавшейся переправы через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, превзойдут потери российской техники в районе Угледара в период с ноября 2022 по апрель 2023. Почему важно это сравнение? Чтобы понять вообще масштаб происходящего, потому что Угледар считался самой такой провальной российской операцией, где не было достигнуто никаких боевых задач, при этом было потрачено огромное количество техники, а Северский Донец и переправа через него, попытка переправы через него тоже была таким важным, ну как важным, да, таким большим поражением России, когда Россия пыталась, значит, форсировать, но в итоге потопила кучу техники. Вот сейчас количество потерянной техники, уже зафиксированной, уже подтвержденной, превышает Северский Донец и вполне себе может обогнать в ближайшем обозримом будущем Угледар. Другой вопрос, достигнет ли Россия каких-то успехов на авдейском направлении при трате такого большого количества техники, на этот вопрос сейчас ответить невозможно, однако можно констатировать, что план России, который был на этом направлении, пока не исполняется. Татарегами также отметил, что российские войска могли потерять еще около дюжины дополнительных транспортных средств, исключенных из окончательного подсчета из-за противоречий изображений. Отметил, что по оценкам двух неуказанных независимых источников, российские войска потеряли уже около 200 боевых машин под Авдеевкой. Российский военблогер, военкор Котенок, говоря об авдейском направлении, отмечает, что украинские силы контратаковали и вытеснили российские войска из Бердичей, а потери РФ там большие, отмечает он в своем посте. Поэтому на авдейском направлении пока мы видим ситуацию, где Украине удается сдерживать российское наступление, где российское наступление отказывается от той тактики, которую пыталась применить сначала, ну и количество потерь уже ничто не компенсирует тех потерь, которые Россия понесла. Теперь переместимся в Запорожскую область. Там, как вы помните, это такое Мелитопольское направление, по крайней мере его так называет украинская сторона. Запорожская область – это место прорыва российской обороны, там, где силы ВСУ смогли занять, освободить Работино и пойти дальше, то есть преодолеть российские минные заграждения. Собственно, задача, которая ставилась перед украинским наступлением – перерезать сухопутный коридор в Крым, возможно, лишь при преодолении вот этого участка, выхода там на оперативные просторы, и затем подходу к Мелитополю, перерезание уже там. Собственно, мы видим, что уже несколько месяцев ситуация в Работино разворачивается, там идут активные бои, обе стороны постоянно подтягивают собственные резервы, и поэтому там идет такая битва резервов. Украине не удается прорваться дальше, однако потихонечку они продвигаются вперед на западе Работино и Вербово. Собственно, украинские силы продолжили контрнаступательные операции на западе Запорожской области, отмечают институты изучения войны, и добились подтвержденных успехов. Кадры с геопривязкой, опубликованные 24 октября, показывают, что украинские войска продолжили продвижение к западу от Работино. В гештабе Украины также сообщили, что украинские войска продолжили наступательные действия на Мелитопольском направлении и добились частичного успеха западнее Вербова. Украинский военный аналитик Константин Машавец заявил, что российские войска отошли с северо-западной окраины Новопрокоповки, хотя институт изучения войны пока не увидел никакого визуального подтверждения этого утверждения. Министерство обороны России со своей стороны и другие источники российские заявили, что российские силы отразили небольшие механизированные украинские группы в районе Работино, Новопрокоповки и Вербова. Российский военблогер-дневник-десантник заявил, что две украинские диверсионно-разведственные группы достигли российских позиций в районе Вербова в ночь с 24 на 25 октября. Правда, он написал, что потом они были выбиты. Надо сказать, что российские Z-каналы, а много писали вот накануне вчера, что вновь серьезно активизировалось украинское наступление на Запорожском направлении, что поехала вновь техника в больших количествах. Будем следить за этим направлением в ближайшую неделю. На Херсонской области также не прекращается украинский большой рейд на левый берег. Российским войскам не удается выбить украинские группы с левого берега Днепра. Собственно, они продолжают находиться там. Можно ли это назвать плацдармом или нет, непонятно. Но как минимум Украина пытается его сформировать. И пока нельзя говорить о том, что вот эта операция как-то супер успешна, потому что дальше украинские силы не особо продвигаются. И непонятно, каким образом они планируют снабжать, собственно, группировку на левом берегу, если у них плацдарм удастся создать. Тем не менее, российская сторона со своей стороны не может выбить украинские силы с левого берега. И, судя по всему, будет подводить еще каковое-то количество войск, хотя и сейчас перебрасывают туда на Херсонское направление новые войска. Российские источники заявили, что украинские силы возобновили более масштабные, чем обычно наземные операции на левом берегу Херсонской области и сохраняют позиции в нескольких районах восточного берега, ну, то есть левого берега. Российские источники продолжают утверждать, что украинские силы сохраняют позиции в Крынках и возле Антоновского железнодорожного и автодорожного моста, отмечает институт изучения войны. Упоминавшийся уже мной ранее зетблогер Войнклор Котенок описывает ситуацию на Херсонском направлении следующим образом. В общем, пока глобальная задумка на этом направлении непонятна украинской стороне, по крайней мере мне, ну, то есть понятно, что это в том числе нужно для того, чтобы Россия переместила часть сил на Херсонское направление, тем более, что вплоть до Владимира Путина многие уверены, что там на Херсонском направлении будет еще одно украинское наступление, однако пока мы не видим, как оно может вообще гипотетически развиваться. Российская сторона же, в свою очередь, демонстрирует, что она не особо может что-то сделать с двумя группами по 50 человек, что вполне озадачивает, честно говоря. Но, в общем, будем следить за развитием событий. Собственно, чего и не меняется, так это попытка Владимира Путина, навязать ядерную риторику и ядерный шантаж. Он предпринимает эти попытки с самого начала войны, на вторую, на первую даже неделю ведения войны. Он объявил о, значит, то, что боевая триада, переведена на боевые дежурства и прочее, прочее. И вот каждые полгода где-то он пытается вкидывать какие-то вещи, которые должны всех очень сильно напугать. Последнее из таких крупных было перемещение ядерного оружия в Беларусь, по крайней мере, заявленное. Было перемещено оно в итоге или нет, сказать, проблематично. Тем не менее, заявление такое было. Однако Запад все меньше реагирует на ядерную угрозу страны Владимира Путина, понимая, что это блеф. Я надеюсь, что это понимание будет еще больше углубляться. И Запад, собственно, перестанет, скажем так, из этих опасений, сдерживать свою помощь Украине. И, наконец-то, сможет насытить украинскую армию необходимым вооружением в необходимом количестве. Что даст серьезный эффект на поле боевых действий и на то, как скоро закончится эта война. Собственно, что произошло с ядерными испытаниями на этот раз? Совет Федерации одобрил закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Как пишет ТАСС, решение было принято сенаторами единогласно. Ранее закон прошел три чтения и был принят в Госдуме. Он стопит в силу после того, как его подпишет Владимир Путин. О том, что Россия может отказаться от договора о запрете ядерных испытаний, 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин. Сразу после этого спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что Нижняя Палата Парламента рассмотрит отказ от ратификации договора. Короче говоря, все это история про то, что вот смотрите, сейчас мы начнем проводить ядерные испытания. Ну, то есть, потому что как вообще представим, что вы человек, у которого есть ядерное оружие, и который пытается им влифовать? Какая вообще ваша стратегия? В начале слова. Если слова не работают или когда уже слова не работают, вам нужны какие-то действия. При этом вам нужны действия, безопасные для вас. То есть, действия, которые не приведут к тому, что действительно может начаться ядерная война. Владимир Путин попробовал трюк с перемещением на территорию Беларуси, который с военной точки зрения не имеет никакого абсолютно значения. Но этот эффект также не был достигнут. Точнее, эффект от этого действия достигнутым не был. Запад не упал на колени и не сказал все-все, извините. И дальше вы должны, соответственно, как-то демонстрировать свою решимость, но опять же, безопасными путями. Ядерное испытание для этого очень хороший способ. Особенно, ну, то есть, учитывая, что они будут проводиться как раз на территории России. Да, судя по всему, не будут взрывать бомбу над Сибирью, как предлагала Маргарита Симоньян. Но, тем не менее, какие-то ядерные испытания вполне могут провести. Почему это опасно? В первую очередь для самой России. Потому что состояние ядерных ассоциалов и вообще умение ими пользоваться вызывает большие сомнения. Потому что мы увидели, собственно, эта война ярко продемонстрировала способности Российской Федерации к обслуживанию собственных снарядов, собственных ракет и умению ими пользоваться. Поэтому, в первую очередь, конечно, ядерные испытания внутри России будут представлять угрозу непосредственно российским гражданам. Однако, вполне возможно, что до ядерных испытаний Россия может дойти, тем самым желая продемонстрировать вот собственную якобы готовность к запуску ядерного оружия. На это направлены и различные учения. Вот, например, тоже свежая история. Российские войска проводят тренировку стратегических сил сдерживания. Президент России Владимир Путин пишет РИА Новости. Я считаю его тираном-узурпатором. Никакой он не президент. Заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. Словам Герасимова тренировки привлечены мобильной установкой ЯРС атомная подводная лодка и два стратегических ракетоносца. Шойгу доложил Путину, что российские войска отработают нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. В ходе тренировки стратегических сил сдерживания состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет, сообщил Кремль. Ну, то есть, как вы видите, активная симуляция деятельности, направленная на то, чтобы запугивать просто людей в других странах, чтобы те боялись той самой эскалации. Потому что основная проблема войны в Украине, которая сейчас есть, это страх западных стран перед эскалацией. У российских военных есть большое преимущество с точки зрения арсенала, которые есть у российской стороны. У России есть авиация, у России есть дальнобойные ракеты, у России есть флот. Собственно, то, что эти преимущества не дают России возможности идти вперед в наступление, захватывать Киев и все такое, это как раз следствие минусов, которые есть в российской армии. То есть, бардака абсолютно отвратительного офицерского состава, который ничего не умеет, шапка закидательства, низкой мотивации российских военных. Эта ситуация приводит к паритету, особенно вкупе с плюсами украинской армии. Это хорошая разведка, хорошее командование и высокая мотивация людей, которые защищают свою родину. В итоге мы видим паритет в театре военных действий на поле боя, несмотря на то, что силы с точки зрения технических характеристик не равны. У России больше авиации, больше ракет. Ну, не просто больше ракет, а вообще есть дальнобойные ракеты, вот именно дальнобойные, которыми они могут пытаться носить удары по Киеву и даже по Львову. У Украины таких ракет на данном этапе нет, чтобы наносить удары по Москве и еще почему-нибудь есть дроны. Но, опять же, это несравнимо с прямыми ракетными ударами. В результате мы видим, что вот этот технический, тактико-технический состояние России, оно в преимуществе. И для того, чтобы Украина смогла закончить войну и сделать это быстро и еще и своей победой, нужно уравнять тактико-технические характеристики двух армий. И, собственно, все те плюсы, которые есть у украинской армии, те минусы, которые есть у российской армии, помимо наличия вооружений и техники, они в итоге приведут к сильному перекосу, если у Украины с технической стороны появится сравнимая авиация, сравнимые ракеты, ну или, как минимум, в достаточном количестве средства подавления этих самых ракет. Поэтому основные проблемы связаны с поставками с Запада. И, собственно, для того, чтобы эти поставки не наращивались, Владимир Путин продолжает пытаться запугивать западный мир ядерной войной. Что касается поставок, они во многом зависят и от западных политиков. И вот здесь выступала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. И я хочу просто напомнить, что когда она только пришла к власти, все считали, что она подруга друга Путина, и что это сильно повлияет на отношение Италии к Украине, и вообще ко всему происходящему будет сокращена и помощь, и будет риторика антиукраинская. Однако этого не произошло. И вот она выступила в Сенате с осуждением нового обострения палестинско-израильского конфликта и нападения Хамас на Израиль. При этом глава итальянского правительства отметила важность продолжения поддержки Украины в развязанной России войне. Это не совпадение, что не было никакого конкретного российского осуждения нападения Хамас. По этой причине мы намерены еще раз заявить о поддержке украинского народа. Мы не должны совершать ошибку, ослабляя поддержку украинского дела, отметила Мелани. Она добавила, что Италия смотрит не только на настоящее, но и на мирное будущее, европейское будущее Украины. Почему я это говорю? Потому что даже те политики, от кого мы не ожидаем, они вполне могут себе оказаться людьми, по крайней мере, в части вещей, совпадающими с адекватным представлением о том, как должен быть устроен этот мир. Потому что сейчас, конечно, такая важная и большая тема это избрание спикера Палаты представителей в Соединенных Штатах. Собственно, республиканец из Луизианы, Майк Джонсон, стал новым спикером Палаты представителей в Соединенных Штатах. Там, Нижней Палаты. И политик уже пообещал, что одним из первых законопроектов, которые он вынесет на голосование, будет инициатива о помощи обороне Израиля. В чем вообще проблема с этим человеком и с его избранием? Чтобы проходили любые законы, любые пакеты и все прочее, нужно, чтобы спикер Палаты представителей выносил их на голосование. То есть, по факту, он может блокировать абсолютно любой законопроект. Да, ему потом могут импичмент объявить, как это произошло с предыдущим, значит, спикером от республиканцев. И это стало первым в истории Соединенных Штатов вообще таким кейсом. Но, в общем, технически это возможно. И этот человек, к сожалению, в анамнезе имеет очень такое негативное отношение к поддержке Украины. То есть, он не голосовал за большинство пакетов помощи Украине и настаивал на сокращении ее поддержки. Джонсон известен как активный сторонник бывшего президента Дональда Трампа и противник дальнейшего предоставления помощи Украине. К сожалению, его кандидатуру поддержали 220 конгрессменов и республиканцев при необходимом минимуме в 217 голосов. А это не означает, что все республиканцы, которые его поддержали против помощи Украины, просто там сложно у них была ситуация, они уже много-много времени не могли выбрать нового спикера. И, в общем, это повышало угрозу дальнейших шатдаунов. Короче, там и есть отдельные там мага, как их называют, республиканцы. Это вот про-трамповское крыло, которое говорит, что мы никого, кроме про-трамповского, не согласуем. К сожалению, без их голосов выбрать невозможно спикера. В итоге был выбран он. Как он теперь будет поступать? Вопрос открытый, потому что многие, конечно, схватились за голову и говорят, что ну теперь, наверное, вообще помощи Украине никакой не будет. Но Джонсон, несмотря на то, что ранее скептически относился к помощи Украине, сказал, что он открыт к переговорам по просьбе Джозефа Байдена о выделении дополнительных средств для оказания помощи Украине. Слова его приводит Блумберг. Поэтому я бы пока не загадывал. Поживем-увидим, посмотрим, как он будет, что называется, себя вести, какие он будет предлагать проекты, результатом какой договоренности вообще стало его избрание. В общем, американская политика, как я неоднократно подчеркивал, сложная, сложная, муторная, довольно специфическая история. Поэтому пока заламывать руки не готов. Давайте понаблюдаем и дадим ему время. А вот что является проблемой уже сейчас с точки зрения западных поставок и что не вызывает никаких сомнений, это то, что западные поставки есть не только в Украину, но и в Россию. Правда, они не оформлены как поставки, а работы оформлены как частная деятельность. Но, тем не менее, Запад продолжает снабжать российскую сторону необходимыми компонентами для производства вооружений, в том числе ракет. Подрядчик предприятий, выпускающих кинжал, самую опасную из управляемых российских ракет, применяемых в войне с Украиной, до сих пор избегает российских санкций, что позволяет им, этим подрядчикам, как ни в чем не бывало, импортировать необходимые для работы товары напрямую из Евросоюза. При этом семья директора конструкторского бюро машиностроения, производящего кинжала, обосновалась в Европе. Это новое расследование издания «Инсайдер». Я вообще знаю Сережу Ежова, который занимается этим, он плотно занимается этой темой западных поставок, точнее поставок из западных компаний в Россию, из которых производится потом, значит, вооружение. И очень классно, что он этой темой занимается, большое ему спасибо и низкий поклон. Он мне в том числе помогал со списком компаний, которым мы потом направляли запросы по-разному, ну, неважно. Короче, история заключается в том, что эта проблема все еще остается актуальной, и да, Запад действительно на нее стал обращать больше внимания, появляются уголовные дела, появляются санкции дополнительные, и контроль за этими санкциями. Новый 12-й пакет санкций Евросоюза в том числе будет во многом сосредоточен на том, чтобы обеспечить действование существующих санкций, чтобы их не смогли обходить, так как это делают сейчас. В общем, эта проблема все еще остается довольно серьезной, ее надо решать, решать как можно скорее, потому что, опять же, ракеты, которыми сейчас Россия обстрелит Украину, это ракеты, произведенные в 2022-2023 годах. То есть это не со старых запасов, а это уже после начала полномасштабного вторжения, произведенные ракеты. Причем производятся они с западными компонентами, собственно, с процессорами, с чипами, и этот экспорт в Россию этих компонентов нужно жестко пресечь прямо сейчас, для того, чтобы в России было меньше возможностей стрелять по украинской гражданской инфраструктуре, использовать ракеты для уничтожения, в том числе, энергетической инфраструктуры. То есть это такая большая тема, большая проблема, которая хоть и решается, но пока довольно медленно. Но не все россияне, скажем так, одинаково вредны для Украины. Есть россияне, которые образовали отдельный батальон. Это батальон Сибирь. Это батальон, который появился в украинской армии. Полностью он состоит из граждан России. Подразделение действует как составная часть международного легиона при главном управлении разведками на обороне Украины. Заявил в комментариях Ромацкий представитель ГУР Андрей Юсов. Накануне о батальоне Сибирь сообщил и Блумберг. В сентябре про подразделение писали журналисты Сибириале. Как отмечает агентство, в отличие от добровольческих рук, таких как Легион Свободы России, солдаты батальона Сибирь являются частью регулярной украинской армии. Собственно, со Свободой России, с этим легионом, его я там не готов рассматривать, потому что не очень понятно вообще, насколько это реальное боевое соединение. То есть оно, наверное, есть, но в каком оно количестве, какие задачи выполнять до сих пор непонятно. Но вот, например, РДК попроще, потому что РДК реально существует, там реально есть российские граждане, они реально воюют и прочее, прочее. У РДК был какой-то плавающий статус. То есть я в том числе говорил с их представителями на канале, да, они говорили, что вроде они были, потом вроде вышли, потом не вышли. Ну, в общем, какой-то такой статус не до конца определенный, в разных интервью они говорят разный. Здесь же батальон Сибирь, он является частью регулярной украинской армии. Им полноценное формирование. Численность сейчас у него небольшая, 60 человек. И отдельно отмечается, что все россияне, которые служат в Сибири, являются добровольцами, среди них нет военнопленных, и они прибыли в Украину через третьи страны. Военные прошли тщательные проверки безопасности, чтобы убедиться, что они действительно являются сторонниками Украины и ожидаются, что уже в скором времени батальон отправят в бой. В общем, будем следить за судьбой батальона Сибири. У них нет националистического бэкграунда, что приятно. У них нет флера вот этого Легиона Свободы России, что там непонятно. То есть, это полупиарный проект, полупиарный. Сейчас они вообще затихли. Кто вообще последний раз, когда слышал про Легион Свободы России, именно с точки зрения медийных каких-то новостей. Поэтому будем следить за батальоном Сибирь. Что это за проект, как он будет функционировать, будет ли он расширяться, будет ли он принимать участие в боевых действиях. Я наблюдаю за этим с большим интересом. Но в России тоже делают новые батальоны. И вот не поверите, значит, батальон Сибири, вообще россияне, воюющие на стороне Украины, они очень злят зет-патриотов, ну, тех, кто называет себя патриотами, да, вот этих зет-гнид, называйте, как вам удобнее. Но создание батальонов в России тоже их злит. По крайней мере, от специфических батальонов. Например, Рамзан Кадырев объявил о создании чеченского батальона имени Шейха Мансура. В чем специфика? Во-первых, батальон Шейха Мансура есть в Украине. Ну, то есть там как раз воюют чеченцы, которые воюют против российской армии и которые в будущем планируют воевать против Кадырова и его клана непосредственно в Чечне. Но в чем специфика? Дело в том, что Шейх Мансур это такой довольно специфический персонаж. То есть это такой как бы герой Чечни. Ну, то есть как, там были и улицы в его честь, названные в какой-то момент. Их, кстати, Кадыров переименовывал, по-моему. Не вспомню сейчас. Но суть заключается в том, что, значит, Шейх Мансур всю свою сознательную жизнь, он вместе с Турцией боролся против России. Как бы боролся против России. Его даже за это, по-моему, Екатерина посадила. В общем, Шейх Мансур такая одиозная с точки зрения российских задагнит личность. То есть это как бы человек, который воевал против России, убивал, что называется, россиян. Поэтому они не очень поняли, почему в составе России будет теперь батальон Шейх Мансура. И еще дальше пошел Кадыров. Мы с вами подробно поговорим про эту реакцию на Кадырова и вообще на его деятельность. Мне она кажется довольно примечательной, потому что вот это формирующееся ядро Z-сторонников войны, оно очень негативно относится и к самому Кадырову, и к национальному вопросу, потому что там так себе деноцификаторы среди вот этих вот Z-военных. И их отдельно, конечно, злит абсолютно и правовой, и неправовой беспредел со стороны Кадырова. А вот это создание батальона Шейха Мансура, они считают вообще плевком себя в рожу. Правильно, конечно, считают, потому что им, конечно, не плевают в рожу, и ноги о них вытирают. В общем, мы сегодня подробнее поговорим, потому что реакция там была довольно масштабная, и я вас с ней ознакомлю. Но, помимо прочего, батальон Шейха Мансура возглавит Руслан Геремеев. Это фигурант уголовного дела об убийстве Бориса Немцова, о том, что командиром нового батальона станет Геремеев, сообщил депутат Госдумы о Чечне Адам Дилинханов. Прям в чем специфика? Геремеева не могли найти российские следователи, значит, там была громкая история в момент расследования убийства Бориса Немцова, что пришли к Геремееву, постучали, а он не открыл, и все. И на этом как бы была закончена попытка привлечь Геремеева, потому что Борис Немцова заказал убить Рамзан Кадыров, заказал, собственно, в том числе через Геремеева. В итоге исполнители были типа найдены, типа осуждены, а вот дальше цепочка не пошла. При этом в России плюс-минус все знают, что именно Рамзан Кадыров причастен к убийству Бориса Немцова, что стал, конечно, большой трагедии. Надо сказать, что Бориса Немцова, главная дискуссия, которая есть по убийству Бориса Немцова, это была ли это личная инициатива Кадырова, или это было при содействии Кремля. Собственно, из 2023-го я склоняюсь к второй версии, потому что выходило расследование, что при этом Бориса Немцова ввела вторая служба ФСБ по защите конституционного строя, это как раз та служба, где всевозможные отравители, убийцы и прочие. И вот они ввели Бориса Немцова, поэтому, я думаю, это была совместная операция, особенно учитывая, что как раз там была тема, которая на тот момент, на 2015-е, не представлялась самой главной, но очевидно, ею была эта тема антивоенного движения в России. И вот буквально перед митингом Бориса Немцова убили около Кремля. Поэтому я думаю, что непосредственно приказ от Владимира Путина был для того, чтобы убить Бориса Немцова, потому что нам тогда не казалось, что война с Украиной это главная тема. Когда я говорю нам, я имею в виду людям оппозиционных взглядов. Казалось, что тогда есть уже на тот момент, уже на 2015 год, несколько иные события, которые должны занимать в том числе Кремль. Но поскольку Владимир Путин играл в долгу, то для него антивоенное движение в России в принципе было большой угрозой. И Борис Немцов, как человек, который очень сильно вкладывался в это антивоенное движение, был для него тоже большой угрозой. Короче, вот этот Руслан Геремеев, которого российские следователи не смогли найти, к которому они постучались, а он не открыл. Вот теперь Руслан Геремеев, значит, возглавляет батальон, названный именем человека, который убивал россиян, русских, если хотите, и, собственно, этим и прославился. И, естественно, это все не очень радует сторонников войны в России, которые говорят, что совсем Кадыр берега попутал, и нет на него никакой управы. Согласиться с ними лишь можно в том, что действительно в России нету никакой управы на тех, кто принадлежит к властным кругам, и они будут сажать этих Z-военкоров, они будут убивать пригожинах, расправляться с неугодными, и, собственно, пытаться уничтожить другую страну. Это действительно так, и любой последовательный человек, в том числе, который считает себя российским или русским патриотом, должен выступать против этой власти и делать все возможное для того, чтобы ее снести и уничтожить, потому что эта власть иначе будет уничтожать саму Россию, точнее уничтожает уже сейчас, но в итоге добьется того, что Россия будет уничтожена. Об этом, кстати, пишет Игорь Стрелков в своем письме из тюрьмы, но об этом письме мы также с вами поговорим отдельно. Ну, а с вами был Майкл Найки, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал, не забывайте поддерживать канал на Патреоне, ну и в комментариях просто писать свое мнение, чего добавить, чего убавить, чего не хватило, чего было слишком много, потому что, несмотря на то, что этому формату не сводки уже месяц и мне кажется, он довольно успешен, я все равно продолжаю над ним работать и быть открытым к вашему фидбэку. До скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok